Доброго вам утра, зрители СтопГеймРу! Расскажем вкратце о том, какие новые бедствия обрушатся в 2021 году на многострадальный мир древних свитков. В марте в Тамриэле откроются врата Обливиона, а это не только узнаваемая мрачная арка, из которой черти лезут, но и масштабное приключение в сетевой версии вселенной The Elder Scrolls, которая займет героев на ближайший год. По заведенной традиции, проходить оно будет в несколько этапов. Первый, Огонь Амбиции, стартует 8 марта, но центральное место отведено второму, получившему название Черный Лес. К дополнению, планируется к запуску 1 июня, будет содержать в себе 30 часов основного сюжета, одноименную локацию на пересечении владений имперцев и тех самых арганианских дев, новую систему спутников, испытания, события, поземелья и все прочее, чем принято расширять подобные ММО. Сведений о третьем и четвертом DLC пока нет, но в ближайшие полгода и так определенно будет чем заняться. А если на онлайновые ролевки вам плевать, все равно есть повод порадоваться. Уж что-что, а красивые ролики Bethesda делать пока не разучилось. Новость по киберпанку, которую лично я ждал уже давно. Разработчики, наконец, выполнили обещания и выпустили инструменты для создания модификаций, при помощи которых энтузиасты смогут переделывать игру на свой вкус. CD Projekt передала в руки поклонников мета-данные, утилиту для распаковки внутренних архивов и еще одну, чтобы можно было копаться в настройках. Это, конечно, не Creation Kit, и масштабов творчества уровня Skyrim ожидать не приходится, но посмотрим, что там смогут выжать из игры современные кулибины. А то пока порывы есть, модификаций много, но в основном это мелкое гардеробное мошенничество, да смена сексуальной ориентации пары чересчур упертых в этом вопросе дам. А теперь нечто совершенно другое. Компания Stormind Games известна в первую очередь хоррором Removered, но в руководстве кто-то, видимо, решил, что меняться никогда не поздно, и вот следующий проект студии, Betterer Lost Heaven, бросится покорять уже жанр экшен-RPG. В роли девушки по имени Аврил нам предстоит познать дуализм разума и тела. Геймплейно это отражается наличием сразу двух уровней здоровья – телесного и душевного. А также переключение между физическим и психологическим режимами. Кроме этого, когда вы будете встречать обитателей спасаемого мира, то для взаимодействия с ними можно будет использовать как силу, так и ум. Не смотрите, что игра выглядит как очередной дейблоид. По заверениям создателей, будут здесь и судьбоносные решения, и зависящий от выбранного пути нелинейный сюжет. Lost Heaven выйдет на всех основных платформах в свое время. В какое – не уточняется. А вот от Magic Legends ожидаем более прямолинейный геймплей Hack & Slash, рассчитанный при этом на сетевую игру. И дата выхода известна. Открытое бета-тестирование, которое для условно-бесплатных развлечений считает, что релиз, состоится 23 марта на PC. Чтобы вы лучше понимали, что игра собой представляет, ее авторы опубликовали геймплейный трейлер и раскрыли ключевые особенности проекта. Не забывая о карточном первоисточнике, Legends также предполагает сбор и настройку под себя игровой колоды. Таковая состоит из 12 карт, но применять можно только одну из четырех раскрытых. Зато после применения фортуна подкинет новую – на горе врагам или вам, тут как повезет. Из оригинала также переехали система цветных разновидностей маны, отличных по сфере деятельности, разделение заклинаний на призывы усиления и проклятия, сложная комбинаторика. В общем, любители классической Magic the Gathering обнаружат в красочной обертке немало знакомых элементов. Sea of Thieves, как показывает практика, отлично умеет производить первое впечатление. Но когда вы потопите с десяток галеонов, награбите полный трюм сокровищ, выпьете и извергните обратно по бочонку рома каждый, появится риск серьезно заскучать, ведь ничего нового игра особо не предлагает. Решить проблему призвана система сезонов. Каждая из них длится три месяца, и кроме контентных добавок содержит боевой пропуск – сотню уровней с наградами. Занимаетесь пиратскими делами, выполняете испытания и двигаете вперед полоску прогресса, загребая при этом золото и косметику. Но кроме ста уровней бесплатного боевого пропуска, есть еще Plunder Pass с 11 уникальными призами. Если это звучит как достойная работа для настоящего морского волка, готовьте паруса. Первый сезон стартует уже сегодня. Мало вам фильмов по вселенной Tomb Raider в прошлых и грядущих? Будет еще и аниме. Так решил медиагигант Netflix, а значит, так и будет. Мультипликационный сериал расскажет о событиях после новой трилогии игр, завершившейся на Shadow of the Tomb Raider. За организацию процесса и сценарий отвечает Таша Хво, работающий также над приквелом Ведьмака, того, который сериал от того же Netflix. Информации пока так мало, что даже гадать толком не о чем. Заявлено лишь, что аниме не пересекается с будущим фильмом, где роль Лары Крофт опять исполняет Алисия Викандер. Персонаж, дескать, тот же, но вот история совершенно другая. На сайте stopgame.ru вас ждет еще больше материалов. В числе прочего, там можно почитать про перенос The Lord of the Rings Golem на год вперед, а также ознакомиться с мнением Ивана Лоева о первом сезонном пропуске Borderlands 3. Что ж, это были все самые важные игровые новости прошедшего дня. Счастливо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok